Ну и что ты скажешь? Чё? Поднялся, взялся, видишь, Hero 5. Всем привет, ребят, Flying Fly на проводе. Сегодня я приобрел вот такую вот я камеру GoPro 5 Session. Почему Session, не знаю. Сравнивал её с GoPro Hero 5 простой. И, как мне показалось, качество GoPro Session было лучше, чем GoPro обычный Hero 5. Уже снимал некоторые ролики на своём канале с Session, правда, с четвёртого. Качество было не очень плохим, даже очень порадовало у меня в первое время. Но вот решил взять пятёрку, потому что она, чем свой предыдущий, так сказать, брат, стала лучше. И, ну, давайте откроем её, не будем долго тянуть, посмотрим, что внутри. Как говорят все в комментариях, я очень много мониторил эту камеру, потому что не знал, что мне лучше купить. Может, Соньку, может, GoPro, может, ещё что-то. Но, в общем, в итоге остановился, как видите, на GoPro 5 Session. Исходив из, ну, исходив много магазинов, спрашиваю у многих продавцов. Моя девушка даже надо мной уже смеялась, то, что все продавцы меня знают. И, блин, всем я надоел. Ну, вот выбор на неё пал. Давайте откроем. Тут наклейка, её я не открывал. Взял её в магазине, погулял её, приехал домой. Сейчас мне самому интересно, как, чего там происходит. Так, что здесь такое? Это моя первая камера GoPro. Да и вообще, наверное, моя первая камера, если не считать китайское барахло, наподобие SG-камы, или как они там называются. Всё это как-то припаяно, непонятно. Тут книжечку мы уберём. Посмотрим на комплектацию, давайте. Ну, вот всё. То есть, вся комплектация заключается в проводе, который уже не microUSB, как это было в GoPro 5, в GoPro 4 Session, как предыдущий. Тут уже свой провод, но с обычным стандартным сэшнским проводом, microUSB, она всё равно не коннектилась к компьютеру, поэтому, ну, тут не очень сильная разница. Может, конечно, она у кого-то коннектилась с каким-то проводом, но вот когда я решил вставить microUSB от своего, так сказать, фотоаппарата старенького, провод, он заряжал камеру, но он не писал. То есть, он не выводил картинку, нельзя было картинку с компьютера посмотреть. Открутили всё это вот в таком боксике. Конечно, неплохо было бы ещё один боксик. Давайте это всё баракол уберём. Вот такая камера. Не знаю, тут изменились, по-моему, немножко цвета по сравнению с ним. Так она по весу, она такая же вроде как. Ну, и преимущество её, наверное, качество, за ту цену, которая сейчас есть, что-то качественнее, чем она, уже не найдём. И поэтому скажу, что в 2017-м это не очень плохой выбор для камеры, для экшн-камеры, если вы хотите получить. Ну, на этом, наверное, всё, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите видео с этой камерой, будем тестировать, будем смотреть. Если хотите посмотреть, как она снимает днём, ночью, вечером, пишите в комментариях, обязательно сниму какие-нибудь тестовые кусочки, для того, чтобы показать, как она снимает, ну, как она себя ведёт, каково качество, каково звук и всё прочее. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok